Белорусская Федерация Легкой Атлетики подвела итоги 2016 года. Победителями главных номинаций премии Атлетика стали Иван Тихон и Ольга Мазуренок. В 2016 году Стас Рибрин призером чемпионата Европы. Тренер Ольга Михайловна Тарантаева. Тихон – легенда белорусского спорта и мирового метания молота. После Олимпийской бронзы в Пекине в 2008-м, спустя 8 лет, он вернулся на пьедестал. Сначала выиграл серебро на чемпионате Европы в Амстердаме, а затем стал вторым на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Такие ощущения приятные, вполне, в принципе, сказать, что ожидаемые. Так как церемония оценивала именно спортивное достижение, то вполне возможно, что я ожидал эту награду. Поэтому большое спасибо всем, кто голосовал. Как и в мужской, в женской номинации на главную награду, медную статуэтку, презентовали пять спортсменок. Жюри присудило победу Ольги Мазуренок. В течение сезона на различных соревнованиях бегунья на длинной дистанции преодолела почти 100 километров. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро до медали не хватило всего 18 секунд. Белорусская заняла пятое место, став лучшей неафриканской спортсменкой олимпийского марафона. Я довольна этим годом. Все, когда провожают старый год, быстрее хотят, ой, скорее бы проводить, быстрее бы встретить с новой. Но, в принципе, я провожала как-то с такой немножечко тоской. В принципе, у меня все сложилось. Конечно, не так, как я мечтала, не осуществилась мечта. Белорусская федерация легкой атлетики отметила также молодых спортсменов в шести номинациях. Статуэтки получили Анна Малышик, Павел Селиверстов, Эльвира Герман, Максим Андралоид, Виктория Захарчук и Игорь Зубко. Самым ярким сезон получился у бегуни с барьерами Эльвиры Герман. Юниорка уже составляет серьезную конкуренцию взрослым спортсменкам. Всего в 2016 году белорусские легкоатлеты выиграли на международных турнирах 17 медалей. Установлено 4 национальных рекорда. Результатом спортсмены недовольны и намерены провести новый сезон успешнее. Тем более, что в 2017 году в Лондоне будет чемпионат мира. Он проводится раз в два года.